Всем привет! Я рада приветствовать вас на седьмом выпуске проекта Ваши лица. Если вы не следите за ним, то напоминаю, что суть его заключается в том, что я принимаю фотографии от вас и на этих фотографиях потом схематически показываю, как лучше сделать макияж. Таким образом мы можем смотреть, как строится макияж на различных формах глаз, различных формах лиц. С самого начала скажу, что не обращайте внимания на оттенки, потому что выбор оттенков у меня в этой программе очень лимитирован, поэтому я буду конкретно проговаривать, какие оттенки идеально бы сюда подходили. Эта фотография, к сожалению, пришла без подписи, само письмо пришло от Марии, поэтому буду предполагать, что девушку зовут Мария. И я ее выбрала, потому что у нее очень интересная форма глаз, как видите, у нее падающий глаз, и вот это отличный пример падающего глаза, потому что очень многие присылают фотографии, говорят, что у них падающие глаза, хотя на самом деле глаза у них вполне нормальные, единственное, там может быть с какими-то нависаниями. Поэтому сегодня в первую очередь будем рассматривать ее глаза и как правильно делать макияж на таких глазах, ну и также, конечно же, пройдемся по форме лица, по коррекции и по всем чертам лица. А давайте начнем с овала лица, как обычно. У Марии лицо приближенное к треугольнику, то есть достаточно широкий лоб, и в соотношении с лбом достаточно узкий подбородок. Поэтому коррекция должна выполняться таким образом, что мы будем затемнять вот эту часть лица. Идеалом считается овальное лицо, то есть если мы представим овал на ее лице, то все, что за границами этого овала, лучше всего затемнять для того, чтобы приближать его к такой форме. Можно также совсем слегка затемнить вот эту часть, потому что лоб достаточно высокий, мы можем немножко его срезать. Подбородок у нее не настолько широкий, насколько высокий лоб, поэтому вот эту часть мы можем легко затемнить. И что касается коррекции остального лица, то здесь можно просто по классике тоже выделить скулы. Это вполне уместно с такой формой лица. Вот приблизительно такого эффекта я хотела добиться. Теперь что касается бровей, то форма бровей нормальная. Единственное, что я вижу, это вот эту бровь нужно немножко подкорректировать. Если посмотрим на вот эту, то она красивая, прямая, в общем-то придраться особо не к чему. Здесь же идет вот такая линия, потом какой-то подъем непонятный. То есть если мы хотим сделать симметричные брови, то вот здесь вот совсем слегка бровь нужно убрать, вот в этой части. То есть тут даже проблема не в том, что нужно дозаполнить, а проблема в том, что частично вот этот вот кусочек нужно убрать. Вот если я немножко буквально убрала брови, и вот сразу видно, насколько более симметричные брови стали после этого. Если мы будем делать интенсивный макияж, то можно брови тоже слегка подзаполнить. Я здесь выбираю черный цвет, но в целом черным цветом вообще практически никогда не нужно заполнять брови, потому что очень мало кому идет черный оттенок в бровях, только очень сильно таким жгучим брюнеткам, а всем остальным лучше выбирать темно-коричневый оттенок карандаша. Я его сейчас уменьшу интенсивность, поэтому как бы не будет таких жестких линий, но в целом я это говорю тем, кто любит выбирать себе черный карандаш для бровей, слишком сильно выделять брови, лучше этого не делайте. Лучше возьмите темно-коричневый, будет это намного органичней смотреться на лице. Ну вот приблизительно как-то так. С этой стороны я совсем слегка зашла вот в эту часть, для того чтобы было более длинно сделать бровь, потому что с этой стороны она доходит вот до начала глаза, с этой стороны чуть-чуть ей не хватает, поэтому вот буквально совсем чуть-чуть я добавила. Что еще в плане коррекции я бы сюда добавила, так это коррекцию носа, потому что у Марии достаточно широкий нос, глаза можно сказать, что более узкие, губы тонкие, поэтому нос мы можем совсем слегка скорректировать, для того чтобы сделать его визуально меньше. Делается это вот так вот. В эту зону наносится именно корректор, здесь у меня конкретно рыжая такая штука, но другого варианта я тут найти более приемлемого не могу. И для того, чтобы еще больше подчеркнуть то, что нос такой вот узенький, можно на кончик носа нанести как бы хайлайтер достаточно деликатно, и это еще больше создаст своего рода иллюзию того, что нос более узкий. Конечно, в реальной жизни не нужно рисовать себе такие четкие полосы, здесь я просто их сделала для демонстрации, то есть это должен быть серо-коричневый оттенок корректора, именно не бронзера, а именно корректора, и совсем слегка такой вот плоской пушистой кистью проходимся по этой зоне, чтобы вот еле-еле уловим был этот оттенок в этой зоне, и тогда будет отлично это смотреться, и сюда можно нанести какой-то блестящий такой вот перламутровый хайлайтер. Давайте теперь перейдем к глазам. Глаза здесь требуют наибольшей коррекции, потому что вот эта очень сильно падающая часть глаза, она добавляет такого эффекта очень грустного лица, для того, чтобы его скорректировать, у каждой девушки индивидуальный подход, что касается конкретно этого глаза. Смотрите, здесь нижняя века идет практически горизонтально, еле-еле поднимается вот в этой части, но практически горизонтально, но не падающая. Бывают еще такие случаи, когда и нижняя века тоже падающая, тогда глаза совсем-совсем грустными кажутся, и вывернутыми как будто. Здесь же конкретно мы видим вот эту вот часть, верхнего века, неподвижного, то есть есть здесь нависание века, и еще и оно создает очень такую падающую складку. Значит, основная работа у нас будет как раз-таки вот в этой вот зоне. На нижнем веке совсем слегка нужно подвести глаз, вот здесь даже видно естественная тень, вот макияжа на девушке нет, но есть вот эта естественная тень, ее нам и нужно подчеркнуть, и дальше будем переходить уже на верхнее веко. Строить макияж мы будем здесь лучше всего подойдет смоки-айз, какой-то вот классический такой, даже не смоки-айз, а классический такой вот вечерний макияж с затемнением внешнего уголка глаза, и строится он будет аж до вот этой вот части, то есть здесь мы видим подвижное веко, здесь веко поднимается, и с этой точки начинает опускаться, то есть до вот этой вот точки мы будем строить нашу тушевку темным цветом. И что касается такого рода макияжа, то опять-таки здесь лучше всего использовать матовые оттенки, потому что матовые оттенки лучше всего корректируют такого рода проблемы. Ну и давайте я вам покажу, что я имею в виду, то есть начинаем с нижнего века, буквально я здесь чуть-чуть подвожу то, что есть, и потом сразу захожу на верхнее веко, и макияж здесь будет строиться не так горизонтально, как вертикально, здесь большая достаточно зона между бровью и глазом, поэтому мы можем ее использовать. Первый оттенок я беру такой, как бы наиболее прозрачный, ну как бы полупрозрачный, потому что он будет создавать транзит между темными оттенками и кожей, и вот такого рода мы строим наш макияж. Вот такая вот приблизительно будет у нас форма. Конкретно Марии лучше использовать более холодные оттенки теней, нежели такой вот теплый, который я взяла. Вот эту вот часть нужно нам всю затемнить, если мы ее не затемним, мы все равно будем видеть вот это вот падение глаза, и у нас не получится смухлевать и своего рода новую форму глаза задать. Ну и вот приблизительно, что я имела в виду, то есть если убрать, то глаз сразу падающий, а так у него создается совершенно другая направляющая, и из-за того, что здесь все темным-темно, мы не видим, что глаз падающий, и задаем таким образом новую направляющую для глаза, то есть он уже более вытянутый. Конечно, тушевки здесь очень много, но это такой вариант, скажем так, стронг, да, то есть если нужен максимальный эффект. Для повседневной жизни достаточно на эту же зону наносить, ну, какие-то более нейтральные, какие-то светло-коричневые тона, серо-коричневые тона, что-то такого вот плана, но здесь очень важно вот конкретно вот эту зону затемнять, для того, чтобы не было видно, что глаз падающий. Стрелки, конечно же, здесь я совершенно не рекомендую делать, тут, по сути, негде их делать, и даже если обойти вот это нависание и сделать стрелку вот здесь вот, то все равно вот это вот нависание века не позволит нам, чтобы создалось впечатление, что глаз реально вытянутый. Также я здесь вижу, что есть темные круги под глазами, темные круги под глазами очень хорошо корректируются какими-то светло-розовыми консилерами или персиковыми консилерами. В зависимости от того, что конкретно под рукой есть или что просто доступно в каком-то магазине ближайшем, то и можно купить. Вот я сейчас наношу персиковый цвет под глаза, и это сразу очень сильно корректирует эту область, то есть сразу вот эта вот синева уходит, и это, конечно, сильно освежает лицо, также можно пройтись и вот здесь вот, если есть тоже синева, вот в этой зоне. С обеими глазами я закончила, и вот привязать на то, что я имела в виду. Конечно, макияж очень выразительный, это, конечно же, вечерний макияж, то есть так каждый день ходить не будешь, но если речь идет о коррекции, то именно по такой схеме она и выполняется. Можно взять не такие интенсивные оттенки, но в то же время именно форма будет задаваться все равно та же. И вот сейчас конкретно я вижу просто, что девушка достаточно сильно накрашена, я не вижу, что у нее там грустные глаза, падающие глаза, я просто вижу достаточно интенсивный макияж. Если я его уберу, черты лица совсем меняются. Вот вы видите сейчас, что происходит. Ну и давайте сейчас закончим с губами. Что можно сказать по губам, это то, что очень маленькая верхняя губа, ну и в целом губы достаточно тонкие, но верхняя губа очень тонкая. И вот она заканчивается, вот у нас вот здесь вот верхняя губа, хотя рот продолжается вот до этой части. И так как у нас невыразительная складка, именно губы, то есть контур губы, мы можем здесь вот совсем слегка дорисовать, чтобы хотя бы выйти на вот эту вот толщину. Конечно, яркие какие-то оттенки помад я бы здесь не рекомендовала, потому что они будут подчеркивать то, что губы тонкие. Я бы здесь остановилась на чем-то более светлом, типа розового какого-то оттенка светлого. Я цвет потом поменяю, поэтому на цвет пока не обращайте внимания. Вот совсем слегка тут дорисовываем. Вот я сделала достаточно натуральный оттенок, он похож на оттенок ее собственных губ, но мне бы хотелось здесь какого-то более классического розового оттенка, не яркого, но в то же время и не такого ягодного. Но я здесь не могу, к сожалению, найти такой оттенок, подобрать, поэтому буду исходить уже из того, что есть. Ну вот, по большому счету и все. На этом можно и закончить это видео. Сейчас хочу вам показать результат до, у нас получилось после. Мне кажется, что конкретно такая форма в макияже очень хорошо скрывает падение века. Единственное, оттенок, конечно, и интенсивность достаточно высокая. Это создает даже какой-то некий вульгарный вид конкретно на этой фотографии. Но я вам гарантирую, если придерживаться вот этой же формы, но может быть не настолько высокой интенсивности, но в то же время вот по такой схеме выполнять макияж, то это будет отлично корректировать такого рода глаза. Ну и на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вы хотите прислать свою фотографию, то в описании под видео есть условия, как это нужно делать. Присылайте ваши фото, с удовольствием буду с вами таким образом знакомиться и по чуть-чуть выполнять макияжа на ваших фотографиях. А на этом я буду с вами прощаться. Поставьте палец вверх, если вам это видео понравилось. И до встречи в новых видео. Пока! Приход на правильное питание. Набрала ли я вес, или наоборот сбросила, или он не изменился. Какие изменения, какие выводы я могу сделать по прошествии уже этого времени. Мне кажется, что это отличный вариант, конкретно когда вы спешите, если вам нужно собраться, выглядеть красиво, но в то же время не потратить на это слишком много времени. И вот...